Добрый день, друзья. Три года назад Михаил Олегович Ефремов отправился в колонию после приговора. Уладив вопросы с семьей жертвы, не буду напоминать в деталях эту историю, в презумпции того, что все помнят. Осенью 2020 года я беседовал не только с адвокатами, адвокатом Пашаевым, который представлял Михаила Ефремова, и адвокатом семьи жертвы того ДТП с Добровинским. Ну и задавал вопросы про эту ситуацию, про это дело гостям нашей с Лейлой из Рыжемской программы «Правда-24». Просто напомню, как это было три года назад. Те люди, которые лично знают Михаила, Шукшина, Домогаров, они ведь за него впрягаются не как за коллегу по цеху, который, условно говоря, тоже бьет. А потому что они знают, что человек-то, он очень совестливый и добрый, он попал в беду, и он ответит по закону. Но нельзя ли как-то остановить этот накал просто оскорблений, а не обвинений? Вы же видите разницу между тем, чтобы обвинять человека по составу какому-то, или его просто уничтожать морально? Ну, мне кажется, что это реакция людей, о которых я вам говорил, и остановить это, мне кажется, очень тяжело. Как заставить эти соцсети замолчать? Ну, давайте придумаем как. А вам не попадались версии абсолютно нелепые о том, что ФСБ организовало, накачало его кокаином, напоило, посадило в машину, и даже он сам вел. Вы читали эти версии? Конечно, я читал, что он сам вел. Ну, слушайте, он сам вел, господин Джигурда сказал там тоже что-то в этом духе. И там сидел какой-то человек в скафандре, а потом привезли агенты, естественно, ФСБ и так далее. О себе я слышал, что я только не слышал, что меня нанял Кремль. Ну, действительно, что меня пригласили, что я всю жизнь работаю с ВЧК, КГБ. С ВЧК особенно мне понравилось, это, наверное, в 20-х годах я начал. И серьезная организация вообще-то, это такой, как комплимент можно отнестись. Потом я в этом деле, так как мои доверители отказались принимать любую компенсацию от Ефремова, то я в этом деле, на самом деле, защищаю Ефремова и экономлю его деньги в этом плане. А с другой стороны, я в этом деле для того, чтобы Ефремова раздеть. Ну, слушайте, я с большим удовольствием все это читаю, мне это мило очень. Ну, посмотрим, что будет. Но вам я могу сказать, что они действительно отказались от компенсации от любой. Не хотели. И когда я задала вопрос, почему, они говорили, ну, как бы Сережа, ну, покойный, да, ну, наверное, бы не понял и не простил. Но есть еще один аспект, который мне стал понятен. Предположим, они возьмут деньги и будут вернуться себе в эту Рязанскую область, где все друг друга знают, где все знают друг друга годами. Вот они выходят на улицу, там, мама, которая 86 лет, или брат, или дети, и скажут, ну что, взяли деньги, продались, им там жить. Ну, хорошо, а если он искренне покаяться? Он покаялся? Ну, как мне кажется. Многие не верят, как бы, в это говорят, что это актерская игра. Да, но их претензия была в другом. Их претензия была в том, что он покаялся стране, народу, публично, а не им. Ну, конечно, говорил о себе. Ну, да, он говорил о себе. Для них это не было что-то такое интимное между Михаилом Ефремовым и семьей. Для них это был такой публичный взрыв, продолжение актерского мастерства великолепного. Вот как они расценили. Может быть, неправы, но это так. А как происходит вообще внутристоржение этого договора? Если Михаил ответил... Внутристоржения нет, у меня срок истек. А, у вас срок истек. Ну, у нас по закону предварительные следствия закончили, у меня соглашение и стекло. Так. Второй этап, как новый адвокат. Ты входишь в дело. Да. Новый ордер, соглашение, новый ордер. Суд первой инстанции. Работу закончил, соглашение и стекло. То есть, закончил свою работу. Идет в апелляцию. Он также идет, адвоката вишет. С кем угодно заключает заново. Это все идет заново. То есть, апелляцией может заниматься теоретически другой юрист. Само собой. Само собой, конечно. Это решение принимает фактически Софья. Да. Но, вообще-то, по закону, кто угодно имеет право заключить соглашение. Но они все равно, в конечном итоге, с Михаилом должны заключить соглашение. В конечном итоге. Вы обсуждали эту перспективу с кем-нибудь из родных? Нет. Нет, я единственное, когда мы общались в определенном моменте, я сказал, я готов, я всегда помогу. Кто бы ни придет, я понимал, что все с ума сошли. Ну, я же вам говорил, да, с его, с близкими я очень жестко. Ну, ненавидели меня просто. Реально, меня ненавидели. Ну, мне все равно. Меня интересовал результат не то, что они меня любят, не любят. Но они не понимали, этим же повредили ему. Когда сказали, давай, признавай вину. Признаешь, не признаешь, все равно ему не помогло. Он не понимает. Еще раз говорю, какое признание видно, если потерпевшая сторона идут ва-банк и просили меньше восьми лет не давать. Потерпевшая сторона просила. Чтобы это понимали. О каком условном, о каком колонии. Вот слушаешь с утра до вечера, смотришь на них. Боже мой, у меня же в стране грамот людей много. Как можно на всю страну через телеканалов охрене нести на всю страну? Когда вот прозвучало имя сына, Миша, я вспомнил о высказывании в адрес другого Миши, Михаила Олеговича Ефремова. И это было, в общем, такое... Нам даже эти слова не разрешают произносить в эфире. Нет, ну как, ну он убийца. Вы не знакомы, стало быть. Я с ним виделся несколько раз, но шапошно. Моя позиция совсем не изменилась. Но дело в том, что такие истории происходят всегда. Я согласен. Вот недавно в Перми 17-летний мажор там сбил... Я согласен, но... Условный срок. Почему вдруг Михаила Олеговича Ефремову прилетает вот... Нет, вопрос не в том, что почему ему прилетает по полной. Вопрос в том, почему всем остальными прилетает. Мы все публичные люди. Это урок очень хороший для всех нас. У нас на самом деле. Потому что, да, разные бывают ситуации, в том числе и у меня. Ребят, есть функции такси. Есть, я не знаю, какие-то близкие люди. Есть московский прекрасный метрополитен. Центральное кольцо. Пожалуйста, сели и поехали. Из ресторана в ресторан и так далее. Но он убийца. Он убийца. Здесь на фоне вот всех этих... Никаких фонов, Жень. Никаких фонов. Черт возьми. Я хочу сказать, что, если говорить о вот этих страшных историях коррупционных, когда кто-то там отмазывается, когда мы там видим явную несправедливую дичь, творящуюся там в тех или иных регионах. Ты понимаешь прекрасно, да, что, может быть, даже вот такие вот истории, скажем, московские, они заставят людей подумать не только те, кто собирается за руль сесть пьяным, но и те, кто потом будет принимать решения, скажем, по отмазыванию и так далее. Потому что общественное мнение в любом случае играет огромную роль. Огласка и все такое прочее. Так что ничего личного здесь. Но еще раз я хочу сказать, погиб человек. Все. Если мы заговорили о машинах, как вы относитесь к ситуации с Ефремовым? Да. Я вообще не комментирую это дело просто потому, что я его хорошо знал с детства. Ну, знаю, да, дай бог ему, конечно. Ситуация, ну, конечно, отвратительная, ну, что говорить. О чьей стороне вы поддерживаете? Кого? Ефремова. Ну, я не понимаю, как можно Михаила в этой ситуации поддерживать. Я даже не понимаю, как он может сам себя поддерживать. Ну, у нас разные гости здесь бывают. И кто-то выступает за... Я думаю, в этой ситуации ему надо было бы, на мой взгляд, вообще повиниться. Повиниться, сказать, простите, да, я виноват, и принять все, все, что ему, как говорится. Это ужасно, убить человека, причем, в общем-то, причем, ну, понятно, бывает, да, случайность, все, ну, вообще, ну, мы же знаем ситуацию. Поэтому, поэтому я, если хотите, я, конечно, сочувствую по-человечески в силу того, что я его знаю там с малых лет. Хорошо, ну, вот... Ну, конечно, его поступок... Финальный вопрос. Как раз будет такой тест на популизм Милонова. Вот у нас два случая мы разобрали. С Гоголь-центром, с Кириллом Серебренниковым и с Михаилом Ефремовым. Кто в вашей системе координат из этих двух опаснее для общества? Серебренников или Ефремов? Оба человека богемы. В моем понимании, конечно, Ефремов. Потому что это человек, который пьяный и с наркотиками садится за руль. Я считаю Ефремова гениальным, талантливейшим актером. И не скрываю, что мне нравятся фильмы с его участием. Он отличный актер. Серебренников обманул государство. И это мерзкий поступок. Он украл деньги у государства, это доказано судом. Но он никого не убивал. Ефремов убил. Это не убийство понарошку. Это не убийство случайное. Если бы он убил человека, не справившись с управлением, выехав на мокром асфальте, да даже превысив скорость, это другое дело. Алкоголь и наркотики меняют все. Алкоголь и наркотики делают человека априори вдвойне виновным. Поэтому сколько людей в нашей стране погибло по вине таких Ефремовых. И самое обидное, что сколько людей таких Ефремовых никуда не сели, потому что на своем маленьком деревенском уровне кто-то кому-то позвонил, кто-то кому-то отнес денежку, и они сейчас ходят на свободе. Я считаю, что в обществе назрел запрос не на карательные меры, не на суд Линча, а запрос на справедливость. Ну, просто шикарная концовка для политика, которая не практикует популизм, я считаю. Большое вам спасибо за беседу. Спасибо. Очень рад. Это никак не связано ваше отношение к этой ситуации с тем, что была лет 10 назад аналогичная ситуация с Родзинским, которого вы называете своим кумиром, если верить Википедии. Вы знаете, дело в том, что я про Родзинского как раз узнал на удивление в момент, когда с Мишей это произошло. Дело в том, что я очень тяжело пережил, когда в аварию попала Марина Голуб, а чуть позже такая же трагедия произошла с Юрой Степановым. Я с Юрой был, ну, только здравствуйте, до свидания, но я дружу со всем этим коллективом, и я знаю, какая трагедия была в коллективе. А вот когда не стало Мариной, это коснулось меня. Каким образом? Ну, я с Мариной дружил очень, и я с ней накануне виделся. Не в этот день, а за сутки, по-моему. И я помню, как мы все требовали действительно, чтобы правосудие состоялось, потому что погибла абсолютно невинная женщина. И здесь я прекрасно понимаю, понимаете, в чем дело еще? Я человек телевизионный, так же, как и вы. Я много лет имею отношение, я не журналист, но я понимаю... Вы чуть ведущим взгляда не стали, я же помню. Нет, я стал, я провел, но я знаю, как вот это все делается, я понимаю, как работает эта машина. Потому, когда я вижу родственников в дни, ну, как бы такие очень скорбные для них, которые приходят на телевидение, ну, это ладно, ничего в этом опасного или плохого нет, я не осуждаю, но которые говорят такую вещь, что мы беспокоимся о маме, которой очень много лет, которой мы не сказали, что произошло. В этот момент показывают, как она дает интервью. К ней пускают журналистов, что это, типа, мы простые жители деревни, но все даем интервью. Если вы так беспокоитесь действительно о женщине, у которой колоссальная трагедия, она потеряла сына, то зачем вы пускаете к ней журналистов? Неужели вы думаете, что у нее что, она не в себе, что ли, что она не понимает, что если он простой был человек, вдруг у нее берут интервью из-за его, как они говорят, что вот они сказали, что у него сердечный приступ. Ну, где здесь логика и где здесь правда? Я только призвал всех не полисать на костях. И я родственникам сказал, вам уже повезло. У вас один из лучших адвокатов в этом мире, который, в принципе, не очень любит проигрывать. Или, в принципе, вообще этого не делает. Потому, пожалуйста, успокойтесь. Они кричали, а кто нас пожалеет? Я говорю, слушайте, у вас бесплатно адвокат согласился ввести ваше дело. Куда вас еще больше пожалеть? Понимаете, потому вот здесь есть какие-то вещи. И опять, да, я очень уважаю Мишу и преклоняюсь переводить. Он фантастический артист, но я его не оправдываю. К сожалению, он очень сильно виноват. И здесь нельзя простить. Мне кажется, что прежде всего Миша себя не простит. Потому что одно дело, когда вы, знаете, когда вы ломаете машину или витрину, ну, а когда происходит такое, ну, это ужасно. Когда про Киркорова заговорили, я по очевидной совершенно ассоциации вспомнил Аллу Борисовну Покровскую, с которой она вас преподавала. Вы, по-моему, были близки. Алла Борисовна мой учитель, да. Она мама Михаила Олеговича Ефремова. Как вы вообще вот все это восприняли, историю с Михаилом? Тяжело про это говорить. Это, как кто-то верно сказал, что в этой аварии погибло два человека. И не очень хочется на эту тему рассуждать, потому что так активно сейчас в разные стороны это все растаскивают. И каждому есть что сказать. Единственное, что, конечно, вот вы вспомнили, Алла Борисовна, я все эти дни думаю о ней. Потому что мне кажется, плохо так говорить. Но я... Что она этого не видела? Что она этого не видела. Но она до прошлого года ушла. И, в общем, это для... И это... Я думал только о ней, потому что она бы это не переживала, конечно. Ну, именно тот аспект, что профессиональный для вашего доверителя, для Михаила, что он является актером, очень многих людей поталкивает к разным выводам. Допустим, когда его увезли в больницу, говорили, что он сыграл вот этот приступ. У него в результате был инсульт? Вы знаете, Бог этим людям судя. Это другое дело. Эти люди потеряли честь, совесть и мораль. Я по-другому ничего не скажу. Я когда увидел Михаила, как овощ привезли, я же позже приехал, я в суде задержался, уже его привезли. У меня видео есть. Если я могу сейчас показать его лицо. Я его когда увидел, когда я видел, секретарь сюда стоит рядом, командует. Врачи мне говорят, знаете, его надо немедленно госпитализировать, у него ситуации никакая. Он непонятно уже в каком состоянии был. Я начинаю на видео снимать, только я сказал, ладно, я вас вылечу. Что вы себе позволяете? Человек умирает, вы еще с кем-то согласовываете. Его увезти в больницу? Когда я начал снимать на видео, только после этого разрешили его в больницу везти. Я не знал. Это я говорю, я такого беспредела не видел. Что секретарь сюда находится, у пристава в кабинете, с кем-то разговаривает, решение принимает, что делать врачам. Если врач принимает решение, врач не должен согласовать, его можно увезти или нет. Я был у председателя суда Пресненского. Я с ней на эту тему разговаривал. Я говорю, вы поймите, это дело политическое. Неужели не понимать? Я даже ей объяснял. Я погасил американских журналистов, европейских журналистов, украинских журналистов. Они хотели из этого делать публику, шоу, что это заказ Путина. А я им сказал, подождите, а Путин ему наливал, что иди пей. Некоторые говорят, что да, Джигурда говорит, что да. Это глупость. С каких пор общественность влияет на наше законодательство? С каких пор? Есть принятые законы. Я и депутатам говорил. Я говорю, вы критикуете, говорю, этого Ефремова. Зачем вы ему дали такие права? Уголовный процессуальный кодекс, уголовный кодекс. Кто применил? Закон принимал. Государственная дума. Кто одобрил? Совет Федерации. Кто подписывал? Президент России. А зачем дали ему такие права? Зачем создали институт адвокатуры? Дмитрий, а если вот, возвращаясь все-таки к Ефремову, если человек вот покается, вот ваша позиция все равно такая жесткая? В смысле покается? Ну, бывает. Ну, что ж, бывает. Бывает, я поехал пьяный за рулем убил человека, ну, бывает, давайте я дальше... Нет. Ну, хорошо, а если условный? Будет сидеть, как сказал Глеб Жеглов, Светлая память, Владимир Семенович. Ваша позиция такая жесткая? Желтая, моя позиция, есть закон. До 12, по-моему, лет. Сколько дадут судей, я не знаю. Но у меня есть ощущение, что он сядет и должен сидеть. А сейчас вот эти оправдывания прекрасных артистов, да, которые, ой, у нас там цех, там туда-сюда, вот это все, понимаете? Ой, отлично, да. Может, вы еще там ему наркотики привозили? Алло. Что-то мы сейчас, кстати, не очень, вот эти друзья, которые там начинали всю эту историю. Но, в конце концов, мы же слышали про гражданина поэта, да, замечательная вот история, которую так любит, скажем, наша и оппозиция, и все такое прочее. но был флагманом этой истории. Артист Ефремов, он сказал, что я тут вообще ни при чем, я просто читал эти стихи и все были разочарованы, потому что все думали действительно, что здесь и Орлуша, и Дмитрий Быков, и Васильев, вот они все заодно составляют вот такой костяк, а оказывается, Ефремов соскочил. Мне кажется, что это еще немножко предательство на тех, кто в него верил, друзья мои. Ладно, проехали с этой историей. Вы всегда были человеком, который советуется и измеряет свои решения с кем-то? Не всегда. Да и сейчас не всегда. Потому что мы... Это, кстати, и плохо. Это, кстати, и очень плохо. Это плохо почему? По-человечески и... Ну и по-хамски, это жлобски. Если ты делаешь что-то, Что у нас жлобская страна, что у нас все... Я плоть от плоти. Мы все злобы. Я плоть от плоти своей страны. Вот, я думаю, что во второй части мы как раз поговорим про страну. А сейчас Hail H bum OrApple 계 Редактор субтитров А.Семкин, Продолжение следует...